Дальполиметалл начал разрабатывать вторую очередь на карьере Верхнем. Это самый старый карьер. С него начиналась горнопромышленная компания Бриннера. Столетнее месторождение оказалось неожиданно богатым. Об этом Яна Романюк. О том, что старый карьер Верхний еще на что-то способен, мало кто подозревал. Но геолог Анатолий Катрук поверил в историческое месторождение и гений Юлия Бриннера. Горнопромышленник был везуч и не мог ошибиться. 121 год назад именно отсюда начались рудники в Тетюхе, впоследствии Дальнегорска. А 11 лет назад робкая разведка потомков. На отработанном пространстве приходилось работать. Это связано было с возможными провалами, какими-то обрушениями. И мы очень осторожничали. Начали небольшими объемами давать, где-то порядка 2000 тонн в месяц давали руды. Карьер Верхний сегодня хранит следы работы команды Бриннера. Юлий Иванович – первый из купцов, кто застолбил руду в горах Тетюхе. До этого Российская империя лишь полнилась слухами, что китайцы где-то там тайно добывают серебро, свинец и цинк. Так появилось горнопромышленное общество Тетюхи сегодня Дальполиметалл. Была закуплена новая буровая установка с увеличенной мощностью, с производительностью, с диаметром коронки 140 мм. Она позволяет увеличить выход руды с одного погонного метра скважины. Открытые горные работы для подземного предприятия необычны, но обещают небывалую экономию. Ведь не придется строить шахты. Чтобы выполнить свой амбициозный план в 1 миллион тонн руды за год, Дальполиметалл купил мощную технику семейства Катерпиллер, чего стоят одни лишь самосвалы-сорокотонники. Им, экскаваторам и новой буровой установке предстоит снять 348 метров пустой породы, и под ней будет ценная руда. На то, что металлы близко, указывает слой известняка, до которого уже докопались. Яна Романюк, Панорама. Продолжение следует... Продолжение следует...